Доброе утро! Сегодня 12 апреля, мы встречаем это утро с вами. Доброчка! Мы уже пробудились, драгоценные, и, конечно же, намерены сделать это утро максимально светлым для вас. А сегодня работает с вами Дмитрий Попов, Алиса Троян. И сегодня пятница. Самое время закончить все, что вы запланировали сделать в этой неделе, чтобы в субботу и воскресенье наслаждаться прекрасными выходными. А всю эту неделю, конечно же, трудились наши журналисты-корреспонденты и выезжали, путешествовали по всему Крыму, чтобы вы были в курсе всех самых свежих событий. Да, именно об этом мы сейчас поговорим с вами, потому что они готовились к этой встрече. Несмотря на то, что сегодня пятница, тема у нас достаточно серьезная. Дело в том, что кровля протекает, а дороги во дворах разбиты. В Крыму действует программа капитального ремонта многоквартирных домов. Но ее реализация не всегда удовлетворяет жителей. Проверить, как выполняют работы в Симферопольском районе, приехали общественники и депутаты Государственного совета республики. С ними на местах побывал и Александр Федорчак. У жителей Симферопольского района накопилось много вопросов по поводу состояния многоквартирных домов. По адресу Молодежный 3 в селе Урожайное годами жили под протекающей крышей. Не так давно долгожданная замена все-таки произошла, но к качеству есть претензии. Дом выглядит как аварийный. Посмотрите, там подмазали, там подкрасили, там провалилось, там он лопнул. На территории села 8 таких многоквартирных домов. В большинстве похожие проблемы. Часть уже начали ремонтировать, с остальными идет подготовительная работа. Сейчас мы занимаемся оформлением земельных участков под многоквартирными домами, для того, чтобы потом включать программу уже в эти территории. Любовь Черникова живет в поселке Гвардейское на улице Карла Маркса уже около 30 лет. По словам пенсионерки, архитектор дома номер 47 сделал жильцам немало сюрпризов. Несколько лет назад обрушился целый подъезд, но больше всего натерпелись от крыши. У людей на пятом этаже ни белить, ни красить, ни ремонтировать невозможно, потому что там даже плесень пошла. Но просьбы местных жителей дошли до адресата. На главную проблему внимание обратили местные власти, и ситуация улучшится в ближайшее время. Крыша этого многоквартирного дома протекала с самого начала его постройки, но проблема находится на финальной стадии решения. Кровля практически готова. Рабочие планируют сдать объект к концу этого месяца. Работу начали только в марте, но результат уже впечатляет. Подрядчики уверены, что все неудобства жильцов остались в прошлом. Сейчас начинается уже катание второго слоя, вон там только колодец начинаем катать. Ну а так как бы в конце будет оцинковка. Взяли, восстановили все отдушины, покрасили праймером. Он влагостойкий, защитный, как бы продержится, долго служить будет. На соседней улице долгие годы мечтали о новой детской площадке. В 2018-м ее поставили. Кроме этого, во дворе сделали дорогу. Появились новые бордюры и тротуары. Изменилось, изменилось. Что там говорить? Немножко изменилось. Дороги. Это что такое значит дороги? Мы не могли отсюда выйти вообще. А сейчас хорошо у нас все. Скамеечки покрасили, все сделали. Козырьки сделали. Преподнесли подарок жителям села Мирно. Этот дом номер два по улице Молочная эксперты считают образцом капитального ремонта. Полностью отремонтировали фасад и крышу. Но в Симферопольском районе еще много работы. У администрации уже есть планы. На этот год мы подали заявки на 11 многоквартирных домов с просьбой включить их в краткосрочный план ремонта, требующий незамедлительного ремонта. И надеемся, что до конца года все эти работы будут выполнены. Кроме этого, идут плановые работы еще 13 объектов. Это фондом капитального ремонта. И рассчитываю на системную работу. Вопросы у жителей еще остаются. Например, подрядчики не дают собственникам план действий и другую информацию о будущем ремонте. Но в целом прогресс заметен. Крым без текущих крыш. Это, конечно, наша цель, к которой мы будем идти плавно. И видим, что программа капитального ремонта имеет хороший эффект. То есть мы видим не один дом. Мы сегодня с вами посмотрели более десятка домов в соседних селах. И очень хорошо видно, что меняется не только дом. Рядом мы видим с вами благоустройство городской среды. С 2018 в республике работает программа «Школа грамотного потребителя», которая помогает разобраться в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По итогам прошлого года крымское отделение по эффективности вошло в десятку лучших в России. Александр Федорчак, Роман Ананев, Новости 24, Симферопольский район. По ту сторону экрана. Телеканал «Первый крымский» готовит к выпуску документальный фильм «60 лет в эфире». Он расскажет о создании и становлении телевидения на полуострове. Сделителям пряткают зарвесу в мир этой уникальной индустрии. Удивяты неизвестными ранее фактами. Наш корреспондент Екатерина Серегина побывала на съемочной площадке. Почему эту ленту стоит посмотреть каждому? Ответ в специальном репортаже Екатерины Серегиной. 42 на 30. Молодец. О чем это они, нам не ясно, но специалисты сразу поймут. На 42-м осветительном приборе нужно увеличить яркость до 30%. Идет подготовка к съемкам одной из программ в павильоне телерадиокомпании «Крым». Подготовительный этап – один из главных в процессе создания любого телевизионного контента. Чтобы уже во время записи все получилось как нужно. Настроить аппаратуру важно, но еще важнее правильный эмоциональный настрой. Позитивный. Можно подумать, что съемка еще не началась. Программы – да. Но некоторые камеры, кроме нашей, здесь уже работают. Команда «Первого Крымского» создает документальный фильм о телевидении на полуострове. 60 лет в эфире. Мы отходим подальше, чтобы на нас герои не обращали внимания. Потому что как только они видят камеру, начинается подсознательная игра и позирование на камеру. И так как работают на расстоянии, особое внимание уделяют звуковому сопровождению. Слово, как известно, не воробей. Поймать каждое помогает современная техника. Микрофон используется в киноиндустрии, для лайв-съемок именно фильмов. И радиус примерно 15 метров, где-то так. Подготовку отсняли. Теперь создатели фильма передают за кулисье самой записи программы. После тех самых слов. Камера, мотор. Мы находимся на съемке программы «Хроника эпохи». Процесс создания в объективах операторов фильма «60 лет в эфире», который приоткроет завесу телевидения и отправит зрителей по ту сторону экрана. Прошлого не вернуть, не изменить, но заглянуть в него можно. Сейчас проходят последние этапы съемки фильма о сегодняшних днях телевидения. А начинается документальная лента со времен зарождения этой индустрии в Крыму. Первая серия трилогии символично называется «Когда телевизоры были маленькими». Здравствуйте, Василий Григорьевич. Проходите, у нас уже все готово. Эти кадры постановочные. С тех времен практически ничего не осталось. 19 апреля 1959 года на полуострове началось долгожданное регулярное вещание. Первая передача была посвящена дружбе народов советских республик. Позже стали выходить в эфир и новости. Диктора воспринимали тогда наравне со звездами кино, но для этого им приходилось немало трудиться. Как нас учили, чтобы только работали глаза вверх-вниз, на наших курсах, на наших семинарах. Вставили нам, как обычно, стакан на голову, чтобы мы к этому привыкали. Наступило и время собственного производства документального кино. Сейчас команда «Первого Крымского» записывает интервью с одним из его создателей – Татьяной Дмитриевой. Так, тишина. Начали. Всего фильм будет состоять из трех серий, каждая по 45-50 минут. Они расскажут об остальных периодах становления крымского телевидения. Информацию собирают буквально по крупицам. Мы, наверное, как художники, которые выходят на природу, смотрят, какой прекрасный пейзаж, им так хочется передать всю эту красоту зрителю, но ему в итоге приходится выбирать только самую красивую точку, переносить ее на холст и уже потом на суд зрителя предоставлять. Вот, собственно, так и мы. Сюжет фильма хронологический, но акцент создатели делают не только на исторических моментах. Для меня лично это фильм о любви, о любви к своей профессии, и особенно о любви к тем людям, кто этой профессией занимается. Я всегда говорила о том, что у нас на телевидении нет случайных людей. Все люди очень творческие, причем все профессии. Сейчас фильм «60 лет в эфире» на финальном этапе подготовки. Монтаж – последний шаг на пути к зрителю. Не, ну что, хорошее качество, нормально. Премьерный показ состоится уже совсем скоро, в канун празднования юбилея крымского телевидения. Уникальность фильма в том, что там приведены факты, которые происходили с крымским телевидением много-много лет назад. Да, всех секретов раскрывать не буду телезрителям. Этот фильм надо посмотреть каждому. Фильм «60 лет в эфире» выйдет сразу на двух наших телеканалах. Первый – «Крымский» и «Крым-24». Екатерина Серегина, Игорь Пенищук, Новости 24. Да, действительно, самое забавное – это то, что зритель видит только конечный результат. Он не знает, сколько работы и сил вложено на самом деле даже в процесс создания двухминутного ролика. Абсолютно точно. Это действительно сложная работа. И вот смотришь, и большинство съемок этого сюжета проводилось в этом зале. И сейчас наши операторы смотрели некоторые, которые были в этом сюжете, тоже очень улыбались и радовались. Думали, вот как здорово. Зритель увидел ту сторону экрана. Ну, сейчас мы обрадуемся, потому что мы тоже увидим наших коллег, которые сейчас работают в радиостудии, узнаем, какая же тема их сегодняшнего разговора. Здравствуйте. Одну минуточку. У нас включение с нашими коллегами с утра. Доброе утро. Теле утро. Доброе утро, коллеги. Доброе, драгоценное. Хотим сразу вас поздравить с пятницы. Неделя прожита. Осталось только пережить выходные. Даже если бы не знал, кто сегодня в эфире, уже по одному обращению я бы понял, что это Дима Попова. Ай, слава богу. Только он может обратиться драгоценное. Ой, Леша, люблю тебя. Самый классный. Это взаимно. Какую тему вы сегодня обсуждаете в эфире? Вы знаете, несмотря на то, что сегодня пятница, у нас очень серьезные и не совсем позитивные темы сегодняшнего утра. В первом часе мы будем обсуждать корь, ее распространение и способы уберечь себя от этого заболевания. Второй час поговорим о не менее важной теме. Это безопасность пассажироперевозок. Я надеюсь, что вы знаете, что 10 апреля произошла страшная авария, в котором один человек погиб и восемь человек пострадало. Будем говорить о том, как уберечься и что делать для того, чтобы поездка между городами, между субъектами была безопасна для наших пассажиров. Вот такое довольно грустное завершение рабочей недели. Но тем не менее, тема действительно очень важная, поэтому мы надеемся, что зрители присоединятся к вашему эфиру, потому что это действительно очень полезная и важная информация. Будем надеяться, что у вас более позитивные сегодня темы. Да, ребята, я хочу поздравить вас с Днем космонавтики и всех ваших телезрителей, которые сейчас нас видят. Да, мы подготовились к этому дню, мы подготовили ряд сюжетов, а также мы не забыли о том, что завтра освобождение Симферополя, поэтому мы также предупредим наших зрителей о том, какие же мероприятия будут происходить завтра. Ну и, конечно же, поговорим о том, что будет делаться для автобусов наших, чтобы подобных ситуаций, как та, о которой вы говорите, Керчь в Адосе, которая пришла на трассе, тоже не повторялись. Но давайте закончим все-таки на позитивной ноте. Мы в эфире, а значит, мы в космосе. Абсолютно точно. Мы сегодня тоже космонавты. С двойным вас праздником. Это обязательно. И услышимся уже в понедельник. Да. Удачи в эфире. Давайте, удачи вам. Ну что ж, а теперь, я думаю, самое время все-таки узнать, как же нужно подготовиться к выходу из дома, потому что синоптики обещают ухудшение, небольшое погодных условий, обещают, что сегодня будет дождь, и даже Крымэнерго предупреждает, что могут быть какие-то сбои в электросети. Но не переживайте, потому что это кратковременное ухудшение. Но давайте узнаем, какой же погода будет именно сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 очень старался над этим и вот уже мы видим у нас газ стоит 27 рублей 96 копеек дизельное топливо 51 рубль 32 копейки 92 47 рублей 21 копейку 95 50 рублей 42 и самый дорогой 98 56 рублей 59 копеек он занимает свою позицию самый стабильный в отличие от дизельного топлива который периодически конечно может подниматься в стоимости буквально недавно стоило еще 50 рублей 99 копеек сейчас самое время обратить внимание на курс валют сменили свои позиции доллар и евро и так что же касается доллара доллару на 164 копейки 39 ты наоборот 64 рубля 39 копеек и евро 72 рубля 65 копеек что можно по этому поводу сказать что они не держат свои позиции евро продолжает падать как и падал раньше а курс доллара еще колебался стоит ли упасть но все же упал но валюта это дело такое неустойчивое сегодня упал завтра поднимется но что устойчивое это то что нам предлагают средства культурного развлечения потому что почти ежедневно можно посетить уйму уникальных интересных мест и мы сделали выборку что же стоит посетить вам в этот пятничный вечер сегодня в театре имени горького комедия валентина красногорова запретное желание пьеса эпатирующая и провокационная история о стереотипных представлениях об общественной и частной жизни герои появляется исчезает неожиданно для зрителя начала в 19.00 возрастное ограничение 18 плюс также в этот день комедия выходили бабки замуж героини спектакля четыре подруги пенсионерки несмотря на возраст они полны оптимизма и надежды на лучшее а тут еще и завидный жених появился солидным приданным собственный избой кому он достанется добрый смешной и одновременно грустный спектакль начала в 19.00 в кинотеатрах в этот день возвращение легенды хелл бой приближается время сражения хелл боя с кровавой королевой она провела много времени в заточении и у нее было время подумать как отомстить всему человечеству мир людей и монстров столкнется смертельной хватки и хелл бой может предотвратить апокалипсис удобное время вы можете выбрать самостоятельно также в кино супергеройский фильм шазам главный герой билли бэтсон оказывается в приемной семье несмотря ни на что он преследует единственную цель найти свою настоящую мать но даже на он попадает мир магии где достаточно прокричать всего лишь одно слово шазам чтобы превратиться в настоящего супергероя парень хочет стать лучшим волшебником но появляется опасный враг который использует самые грязные методы чтобы забрать его способности время сеанса вы можете выбрать самостоятельно также в сети кинотеатров мультфильм потерянное звено исследователь мифических персонажей сэр фрост находит настоящего йети дружелюбный великан последние сородичи и как раз то самое недостающее звено что связывает человека с его предками время сеансов преимущественно в утреннее время также сегодня хорошая новость для федосицев потому что там пройдут праздничные мероприятия связанные с освобождением города и освобождением старого крыма точнее в один часов как раз таки можно уже будет встретиться на привокзальной площади поезд победы будет также концертная программа где молодежь сможет встретиться и пообщаться с ветеранами что же касается села береговой этого же района там будет митинг панихида и в 14 часов на набережной десантников придет легкоатлетическая эстафета среди школьных команд но сейчас самое время не отходить далеко от этой темы посмотреть наш следующий сюжет посвященный наследникам победы генеральная репетиция до старта отборочного этапа конкурса мы наследники победы остается несколько минут последние приготовления макияж костюмы настройка аппаратуры подготовка к мероприятию серьезная ребята со всей ответственностью отнеслись к поставленной задаче ведь чтобы передать события великой отечественной войны им и самим на какое-то время пришлось вжиться в роль уже пятый год конкурс мы наследники победы объединяет поколение учащиеся крымских вузов и училищ готовят номера посвященные историческим событиям времен второй мировой номер называется мученики войны он у нас основан на реальной истории о святителе луке как известно он был не только священником но и талантливым хирургом мы постараемся с этой стороны показать эту историю мы играем в роли ангелов наши мальчики играют в роли солдатов и мы их оберегаем эмоции очень сильные эмоции пропустил сильно пропустил через себя эту историю мы переживаем очень сильно потому что эта девушка которую которую мы рассказываем она пережила очень много и нам придется все вот это передать мы хотим показать какой она была и что она чувствовала в те моменты для студентов это не просто песни танцы и стихи в каждое движение и слова вложен глубокий смысл и боль тех лет истории героев которые мужественно отстаивали нашу землю ценой своей жизни они запомнят навсегда первым делом нужно было восстановить железную дорогу армянск воинка рабочих рук не хватало и люба с подружкой такими же подростками как она свалили на своих девичьи плечи небосильную ношу многие едва сдерживали слезы студентам удалось затронуть сердце зрителя ребятам много времени провели в архивах изучая истории партизан и мирных жителей ведь победа ковалась не только на передовой но и в тылу этот день мы приближали как могли тема конкурса этого года каждый год участники делают новые открытия и находят неизвестные факты организаторы надеются что и в этот раз о войне люди узнают еще больше множество историй таких узнали знаете как и варежки вязали и на фронт отправляли там с тремя пальцами и записки туда вкладывали а потом приходили люди и хранили и ну и так получилось что встретились тот что вязал варежки этот получил на фронте говорит я ее носил как талисман с этой запиской возвращайся живым полуфинал конкурса прошел во всех городах и районах крыма в симферопольском отборочном туре участие приняла 21 команда победители выступят седьмого мая в государственном академическом музыкальном театре республики крым ксения шарапановская руслан хохлов утро нового дня стартовала серия исторических игр освобождения крыма подробнее о них нам расскажет максим покатаев пресс-секретарь регионального отделения волонтеры победы республики крым приветствую а дело в том что да эта игра основана по уникальному по уникальному сценарии она посвящена городу в симферополе какие как как будет развиваться ход событий да действительно серия исторических игр освобождения крыма в каждом из девяти крымских городов которых она пройдет будет развиваться по уникальному сюжету по уникальному сценарию команды представить себя в роли освободителей крыма простых солдат бойцов тружеников тыла и в каждом городе они им предстоит проходить задания которые тесно связаны с историей конкретного населенного пункта конкретных людей важных мест для этого города для этого района симферополь конечно не станет исключением 13 числа в симферополе можно будет пройти игру кроме того особенностью игры в симферополе станет то что волонтеры наши ребята будут встречать участников в форме солдат о форме бойцов чтобы знаете так максимально приблизить передать те эмоции потому что задание очень иногда трогательные иногда даже становится порой страшно когда ты слушаешь информацию о тех событиях которые уже казалось бы прошли давно но все равно все еще нас беспокоят и об этом стоит говорить в каждом городе и в симферополе конечно тоже у нас будет более ста человек молодежь очень активно присоединяется активно подключается вот вчера у нас уже прошло три игры это керчь джанкойский районы красноперекопск везде минимум по 100 человек от 10 команд опять же задания связаны с местными героями с местными историческими личностями и нам кажется что это очень здорово такие форматы обязательно нужно проводить кроме того параллельно серии исторических игр у нас во многих городах внедряются собственные особенности на этих мероприятиях а в частности феодосии например будет открыто граффити в честь годовщины освобождения города в симферополе как я уже сказал участников будут встречать в форме бойцов красной армии и вот в каждом муниципалитете будет какая-то своя особенность вы сказали что уже в некоторых городах прошли все же как это проходило мероприятие может вы там присутствовали не присутствовали если присутствовали что ли запомнилось я к сожалению там лично не присутствовал но там обязательно присутствовали члены нашего штаба волонтеров победы наши волонтеры они рассказывают что мероприятие проходит очень ярко очень эмоционально можно сказать красочно потому что молодежь действительно заинтересована а такие исторические игры это новый формат новый формат который помогает изучить историю в интересной манере не формате школьных уроков лекций или семинаров а почувствовать себя участником тех событий и наверное что-то посильнее запомнить что-то понять открыть для себя новые детали в основном это школьники участвуют или допустим люди постарше и вот когда они участвуют что нужно чтобы принять участие то есть нужно самому куда форум подготовить как-то ну или просто достаточно иметь большой багаж знаний от тех событий участвует у нас молодежь от 14 до 30 лет абсолютно нет ограничений школьник то студент или уже работаешь чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться в своем городе написать своему муниципальному координатору и принять участие все особенных знаний огромных не требуется конечно будут задания которые связаны с историей крыма с истории муниципалитета какие-то особенности но вот так чтобы нужен прям большой академический багаж истории нет такого не нужно а как выглядит задание примерно команды участвуют по своему маршруту так называемые треки на каждом треке их встречает волонтер который сначала рассказывает им определенную информацию подводку к заданию чаще всего это какие-то оперативные сводки истории о том как проходили бои в конкретных местах и после чего дает задание здание может быть на интуицию на логику опять же на исторические знания самые разные вот например в красноперекопске было задание эхо войны участникам предлагалось примерить наушники в которых играли звуки связанные с войной например падение бомбы выстрел и каждый из участников должен был определить что же это такое и вот тем самым создается атмосфера полного погружения и проникновения в эту ситуацию если тут какой-то соревновательный процесс то есть как будто больше баллов кому-то меньше и какой стимул для победы да конечно соревнования есть чем лучше вы проходите командой ваш все ваши задания ваши треки тем больше баллы вы набираете соответственно при этом команды победителей с каждого муниципалитета отправиться на финальное мероприятие десятую нашу игру в бахчисарае примут участие в последней игре и кроме того станут участниками открытия мемориального знака освободителям крыма и высадки аллеи в честь годовщины освобождения вот допустим есть такие вот ребята которых немного друзей не чувствую себя довольно одинокими но хотели бы принять вот участие в этой игре они могут подать заявку и их могут добавить какую-то команду которая уже сформирована там человека не хватает как-то проходит да конечно это совершенно не проблема можно подать заявку как командную так и просто прийти одному так в том числе и прийти одному уже к самой игре не подавая заявку все равно никто не откажет с радостью встретим добавим в команду и наверное будет больше друзей после этого мероприятия сейчас еще не поздно зарегистрироваться нет еще не поздно можно регистрироваться вплоть до момента игр в том числе прийти за некоторое время до начала игры всю информацию по месту проведения по городам и да там более подробно можно найти в нашей регионе в группе нашего регионального отделения во вконтакте и узнать все связаться с нами в том числе там есть наши контакты можно писать личное сообщение что же касается внешнего вида то есть обязательно ли совместно как-то стараться соответствовать той эпохи или можно приходить вот ну как вы сегодня отец можно приходить как нравится как удобно это наверное будет даже практичнее потому что где-то придется немножко походить бегать точно прыгать не нужно будет но проявить небольшую активность будет необходимо кстати в керчи все-таки была вот физическая эстафета по желанию для участников и там особенностью стало то что победители эстафеты могли поднять красное знамя почувствовав себя освободителями города а я так понимаю что в керчи это была гора метридата в симферополе где будет происходить это мероприятие территориально симферополе территориально по моему в парке имени гагарина но вот этот момент тоже можно уточнить в нашей группе у наших координаторов первый ли год у вас проходят такие вот мероприятия и набирает ли масштаб нет конечно исторические квесты в принципе как таковы это формат квеста у нас проходит далеко не первый год это четвертый год в республике крым всегда в крыму они проходят очень активно всегда увлекается много молодежи тем самым показывая нам давая стимул что действительно это востребовано ну и конечно важно понимать что молодежь туда никто не гонит нет такой ситуации когда со школы или студентов принудительно отправляют туда или рекомендуют якобы поучаствовать абсолютно нет а наоборот ребята сами проявляют инициативу сами пытаются договориться с администрации своих учебных заведений кто-то даже с работы уходит чтобы принять в этом участие максим благодарю вас за ваши ответы я напомню что сейчас как раз таки настало время чтобы окануться в поэзию которая напомнит о тех событиях а Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах. Не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая, в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки. Взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей. Не те харчи. Бьются двое в клубах пара. Об ином уже не речь. Ладит теркин от удара. Хоть бы зубы заберечь. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу. И глядят в глаза друг друга. Зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя. Грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое. Будто схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной. Самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела. И ни звука с тех сторон. В одиночку, грудью, телом. Бьется Теркин. Держит в рот. Бьется насмерть парень бравый. Так что дым стоит сырой. Будто вся страна-держава видит Теркина. Герой. Кто одной боится смерти. Кто плевал на сто смертей. Пусть ты черт до нашей черти. Всех чертей в сто раз чертей. Хорошо же. И тогда-то, боль и злой, собрав кулак, незаряженной гранатой Теркин немца с левой снег. Немец похнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку. Теркин сел, глотает снег. Смотрит грустно. Дышит тяжко. Поработал человек. Хорошо, друзья, приятно. Сделав дело ко двору, в батальон идти обратно. Из разведки поутру. По земле ступать с советской. Думать мало ли о чем. Автомат нести немецкий. Между прочим, за плечом. Языка добычу ночи, что идет куда не хочет. На полшага впереди подгонять. Иди, иди. Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный, это свой. Незнаком, а рад сердечным, Что вернулся ты живой. Вспоминать спустя 75 лет, конечно же, есть что. Иногда приходит сожаление, что, увы, Тогда не было достаточно хороших камер, Чтобы эти кадры сохранились для нынешнего поколения, Чтобы они понимали, что многие ошибки лучше не допускать, И война это страшное событие. Но сейчас камер предостаточные, И они находятся практически везде, Во всех магазинах, да и не только. И на каждом углу и повороте. И вот один магазин в Сифрополе пытался ограбить молодой человек 20 лет. 29 лет ему, ему, конечно же, это удалось. Но благодаря как раз таки вот этому всевидящему брату, Злодея удалось поймать. Да, действительно, в Крыму очень много камер, И поэтому, если вдруг что-то идет не так, То вы можете оказаться вполне в нашей рубрике «Крым онлайн» прямо сейчас. В Севастополе чудом удалось избежать аварии. Водитель красного автомобиля выехал на встречную полосу. Хорошо, что автору ролика было куда свернуть с дороги. И еще одно чудо. В этом случае автомобилисту удалось избежать столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на трассе Керчь-Феодосия. Пользователи соцсетей предполагают, Что водитель фуры либо уснул, Либо у машины лопнуло колесом. Надеемся, что каждый в целости добрался до пункта назначения. В Приморском чуть не сгорела изба. К счастью, никто не пострадал, Так как деревянное здание оказалось заброшенным. Пожарным пришлось непросто. Стены строения были утеплены глинной и соломой. В Севастополе ищут водителя летающих «Жигулей». В результате ДТП машина оказалась на пешеходной лестнице. Картина происшествия выглядит странно и, вероятно, неполно. У машины не хватает нескольких колес, разбиты стекла. В этом случае, скорее всего, постарались местные хулиганы. В Симферополе будут эвакуировать брошенные машины. Планами поделились в администрации города. Бесхозными авто считаются те, что оставлены собственниками на три и более месяцев. Такие находки впоследствии будут переданы в муниципальную собственность. Неприятный осадок на душе и в тетропаке с соком. Симферополец пожаловался в соцсетях, что стакан такого уже явно забродевшего напитка чуть не выпил ребенок. Да, неприятные новости. Но, как мы видим, большинство из них связано с тем, что водители нарушают правила дорожного движения. И в связи с этим ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. За превышение скорости на 20-40 километров предлагается штрафовать не на 500 рублей, как это сейчас, а на 3000 рублей. Также автоинспекция задумалась над тем, чтобы отменить эту акцию, что первым пришедшим в течение месяца уменьшается размер штрафа на 50%. Они говорят, что это не очень правильная мера, потому что все равно должники продолжают нарушать. И действительно, никакие меры на них не действуют. Возможно, если это будет бить по карману, тогда количество ДТП уменьшится в разы. Мы будем надеяться, что действительно это и права. Я хотел бы обратить внимание на работу правоохранителей на Западе, так сказать, в Америке. Там был действительно курьезный случай, о нем уже рассказали в интернете, что позвонили, сказали, срочно выезжайте, нам нужна бригада с собаками, с оружием. У нас заперся, в общем, злодей в ванной комнате. Ну, приехали, значит, начали работать, слышали, что там шуридит, в общем, ковыряется. Думали, ну, раз там предупредительные выстрелы даже сделали, но в итоге решили штурмовать. А оказалось, что это просто застрял пылесос, и люди напрасно подняли панику, и весь район стоял на ушах. Ну, а вот не напрасно подняли панику родители девятилетней девочки, потому что совсем недавно проходило соревнование по ориентированию спортивному в Крыму, и девочка заблудилась. Спасатели ее, конечно же, нашли, как говорят они, здоровью девочки ничего не угрожает, но действительно, судя по всему, видимо, как-то есть вопросы к организаторам, потому что, судя по тому, что в соревнованиях по ориентированию девочка заблудилась, ее пришлось искать спасателям, то это говорит о том, что, наверное, что-то все-таки не так с организацией. Это тот случай, когда спорт может и погубить, так что будьте внимательны, а я предлагаю окунуться в следующую порцию новостей из интернета. Ученые изобрели растение киборг. Это только звучит устрашающе. На самом деле устройство работает за счет электросигналов, которые вырабатывают растения. Датчики, подключенные к листьям, передают команду устройству, и цветок вместе с горшком движется к свету. Как говорят исследователи, в будущем это позволит создавать фермы, на которых люди будут не нужны. Про таких, как героиня этого ролика, говорят, родилась в рубашке. Американка чудом увернулась от летящего в нее топора, который она сама и запустила. К счастью, все обошлось, но развлечение действительно экстремальное. Программист из Китая построил приют для кошек системой распознавания животных. Теперь в домик не могут зайти собаки и другие звери. Когда кот заходит в помещение, включается свет, и комната нагревается до 27 градусов. В устройстве есть камеры, информирующие о состоянии здоровья четвероногих, наличии корма и воды. Но не только в кошачий приют запрещен вход собакам. Их не пускают и в Нью-Йоркское метро. Один пассажир пытался пронести питомца в пакете. Это заметил машинист и указал мужчине на нарушение правил. Дело в том, что в метрополитен пускают только животных, помещающихся в сумку. Так что американцу пришлось добираться до пункта назначения другим видом транспорта. Как отмечают пользователи, случай далеко не единичный. В массовое производство запустили очки, которые помогают дальтоникам различать намного больше цветов. Для их создания ученым пришлось воспроизвести симптомы цветовой слепоты на компьютере и применить различные фильтры. Эксперимент продолжали до тех пор, пока не удалось получить обычную картинку. Только посмотрите на реакцию людей, которые впервые увидели красный цвет. Я в зале один. Нажигание! Боя у вас дается, нажигание! Великое событие! Боя у вас, доброго полета! Поехали! Начало эры космоса! Этот человек вообще велик судьбы. Откуда у него все это? От Бога! Первый из первых. Сегодня на Первом Крымском. Маяк передает легкую музыку. Все готово? Готово. Мы можем начинать. В эфире Первого Крымского смотрите программу «Крымские истории». И вспоминать вы их будете вместе с нами. Я Эмилия Люлькун. Я Вячеслав Ханин. Мы приглашаем вас в гости. Клуб «Шико». Настоящий друг и советник для всех, кто не представляет свою жизнь без животных. Каждую субботу в утреннем эфире на Первом Крымском. Ну а сейчас у нас есть небольшая возможность путешествовать, находясь при этом в студии, потому что мы подключаемся к веб-камерам, которые позволяют нам наблюдать. И, например, сейчас мы можем уже увидеть Севастополь, площадь Нахимова, где, как мы видим, погода не особо располагает к веселью. Абсолютно точно. Мы можем наблюдать, что люди ходят даже некоторые в теплых курточках уборщиков. Сейчас, наверное, нет. Они думают, об этом позаботилась как раз-таки сама погода и природа. И я думаю, это хорошо, что видны лужи и что недавно выпали осадки. Значит, вероятность, что это произойдет вот-вот и еще раз куда меньше. В углу экрана военную технику. Мы знаем, что Севастополь очень готовится к предстоящему празднику в мае. И я думаю, что действительно многие крымчане захотят отправиться именно в Севастополь, потому что этот город отличается тем, что всегда очень торжественно подходит к этому мероприятию. И действительно очень приятно находиться там. Даже иногда бывают проблемы с тем, как туда добраться, потому что очень много желающих хотят отправиться именно в город-герой. А я предлагаю обратить внимание на другой город-герой. Это Керчь. Вот оно у нас уже загружается. Ну, кстати, пока у нас загружается Керчь, хотелось бы рассказать о том, что администрация Симферополя подвела итоги первого этапа открытого творческого конкурса студенческих проектных работ по благоустройству и озеленению Симферополя. Оставь свой след. Главой комиссии была глава администрации Наталья Маленко, которая выбирала проекты, которые действительно могут принять участие в озеленении и улучшении нашего города. Всего приняло участие 46 работ, и из них выбрали 16. И дальше будет следующий этап, где будут разрабатываться такие проекты. И на иссоискание были выставлены такие объекты, как парк имени Гагарина, сквер в районе гостиницы Москва, сквер имени Потемкина, сквер Тренева, сквер в районе бульвара имени Ленина, ну и еще очень много адресов, что мы надеемся, что эти работы будут действительно достойными, что студенты покажут очень высокий уровень, и мы будем совсем скоро наслаждаться этими проектами наяву. Вот мы уже включили следующий план, это у нас Керчев. Как раз таки очень смелый велосипедист, проезжает прямо перед камерой, не держит руль, при этом проезжает рядом с морем. Поэтому вероятность, конечно же, окунуться мала, но однажды, я вспоминаю случай, была у меня такая вероятность, я так вот ездил и увидел своих друзей, и решил похвастаться, как я умею ездить без руля. И потом влетел, там барные стоки были, ну на улице, не знаю, как это называется, пластмассовые столы и стулья, я влетел туда, слава богу, там людей было немного, никто не пострадал, но поэтому прежде чем рисковать, лучше подумать. Был первооткрывателем. А знаешь, нужно, наверное, все-таки сейчас как раз таки вспомнить о том, что сегодня день космонавтики, и все это потому, что именно в этот день Юрий Гагарин отправился в космос, и эта дата действительно очень значимая не только для всей России, но и для всего мира, и поэтому наш корреспондент Ольга Литвиненко подготовила материал на тему космоса. Не секрет, что Крым – отличный плацдарм для космических открытий. Начиная с 1950-х годов, на полуострове создавали пункты управления для сопровождения спутников и будущих пилотируемых небесных аппаратов. Например, в Центре космической связи в поселке Витино, недалеко от Евпатории, исследовали Венеру и Марс, контролировали полет орбитальных кораблей. Семь, сожестой, маякок. Семь, что на связи? Внимание, в циркуле, начиная подготовку к работам. Зал управления космическим аппаратом. Здесь идет подготовка к сеансу связи с Международной космической станцией. Отсюда данные поступают и обрабатываются в главное отделение. В сутки таких перекличек может быть больше 63-х. Недалеко от современных радаров и телескопов располагаются уже вышедшие из строя. Например, легендарный комплекс «Плутон» построен за 8 месяцев и не имел аналогов в мире. Эти антенны были выведены из эксплуатации в 2001 году. Сейчас нет необходимости их модернизировать. Больше напоминают о первопроходцах космического пространства. В основании антенн – поворотный механизм от орудийной башни со списанного крейсера. На ней перевернутая ферма железнодорожного моста, а сами чаши крепились на корпусах подводных лодок. Радар использовался почти четыре десятка лет. Отсюда шло управление луноходами. Лазером измерялось расстояние до единственного спутника Земли. Оборудование располагается в войсковой части, которая занимается управлением космическими аппаратами. Тут же и установлен телескоп РТ-70, построенный 41 год назад. До сих пор он один из лучших в мире. Гигантская конструкция весом почти 20 тысяч тонн. Мощь этого комплекса поражает. Мы сейчас приехали сюда на лифте, и отсюда открывается прекрасный вид. Расскажите, на какой высоте мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на высоте 21 метра. Если пересчитать, это всего лишь навсего высота семиэтажного дома. А что за бетонные плиты и рельсы перед нами на площадке? Рельсы – это то, что осталось с момента строительства данного комплекса, данной антенны. По этим рельсам входил специальный кран. А бетонные плиты – это основание, на котором собиралось само зеркало антенны. Технологии, которые применялись при строительстве комплекса, используются и сегодня в важнейших объектах. Одной из технологий, которая широко известна и близка жителям Крыма, это то, что при строительстве данной антенны были использованы сваи, которые, так сказать, сращивание с грунтом. И спустя 40 лет данная технология использовалась при строительстве Крымского моста. Подъем на телескопе занимает 15-20 минут при пересадке на лифте. А затем нужно взобраться по вертикальной лестнице. Главная особенность этой чаши в том, что она может вращаться в двух плоскостях. И вот, наконец, мы добрались до края этой чаши. Высота ее 86 метров. Это самое высокое сооружение в Крыму, которое построено руками человека. Высота здесь чувствуется. Поверьте мне, даже кружится голова. Это антенна комплекса «Сатурн». Кстати, она должна быть знакома постоянным зрителям одной из важнейших информационных программ страны. До 1975-го управления всеми межпланетными кораблями осуществлялись из Евпатории. Только тогда это была государственная тайна. Расскажите, какие интересные истории связаны с этим местом? Ну вот, допустим, одна из занимательных историй – это то, что до 1975-го года дикторы Центрального телевидения Советского Союза, когда говорили фразу «говорит и показывает Москва», на самом деле говорила и показывала Евпатория. В музее собрано множество экспонатов, личных вещей космонавтов и конструкторов. В музее есть книга для почетных посетителей. В ней есть запись первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Вероятно, это один из последних его автографов, так как 22 дня спустя он трагически погиб. На протяжении всей жизни с космосом не расстается и Валерий Аксенов. В 1968 году, во время освоения небесного пространства, его направили служить в Евпаторию. Мои первые впечатления были, когда нас привезли в Евпаторию на вторую площадку поселка «Заозерное». И вот, вылезая из автобуса, мы увидели возле контрольно-пропускного пункта несколько космонавтов, которые уже летали, которые знали в лесу. Занимаются в Крыму дистанционным зондированием Земли. Это непрерывное наблюдение за поверхностью нашей планеты. В зависимости от той программы, которая нужна Земле, можно решать вопросы, начиная с засоренности почв по сельскому хозяйству и состояния виноградников, до решения вопроса в экологии, строительстве, ну вообще во многих вещах. Навигационные системы, контроль пожарной безопасности, прогноз погоды. Сами того не замечая, в повседневной жизни мы регулярно взаимодействуем со спутниками. Их датчики дают возможность с большей точностью вычислить даже температуру океанов, участков суши и облаков. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Еще раз доброе утро. Если вы только к нам присоединились, это программа «Утро нового дня». И с вами ее ведущие Дмитрий Попов и Алис Троян. Мы уже пробудились, полны энергии и бодрости, которую готовы разделить вместе с вами. Уже конец недели, самая пятница, самое время понять, что вам еще осталось делать. Ну а у нас как раз таки сейчас стоит задача, чтобы вы радовались, наслаждались самыми свежими и последними новостями. Да, именно поэтому хочется поговорить о малом и среднем бизнесе. Малый и средний бизнес с государственным участием. В республике на поддержку предпринимателей потратят 420 миллионов рублей. Все это в рамках национальных проектов. Министерство экономического развития нашего региона начало процедуру распределения денег. Чем может помочь государство, выясняла Елена Носкова. Крымскому предприятию по производству экологически чистого транспорта 5 лет. Здесь выпускают грузовые, туристические машины и даже катамараны. Первый электробус создали благодаря государственной субсидии в 300 тысяч рублей. Некоторое оборудование мы, купив материалы, создали сами. Потому что, например, кузовные детали мы отливаем из стеклопластика, а для этого нужны матрицы специализированные. Поэтому, закупив специальные материалы, мы создали оборудование. То есть, половину оборудования купили готового, а половину создали сами. Электротранспорт создают по собственным проектам. 90% деталей отечественного производства. Машины приспособлены и для горной местности, и для города. Есть сертификат для выезда на дороге общего пользования. Такая машина окупается за один туристический сезон. 12 электробусов уже работают в туристической отрасли. Крымскую разработку успели оценить и в Крыму, и за пределами республики. В Красноперекопске в этом году благодаря правительственной субсидии открыли Центр инновационного творчества. Там учат робототехники, 3D-моделированию и лазерному выжиганию. В планах создание компьютерной игры и развитие идеи. Сразу же решили поучаствовать в конкурсе, и у нас все получилось. Общая сумма нашего проекта составляет чуть более 4 миллионов. Из них 3 миллиона – это субсидии Министерства экономического развития и миллионы – это собственные средства. Крымские предприниматели могут получить финансовую, образовательную или консультативную помощь. В этом году начали работу в рамках национальных проектов. Предусмотрено 420 миллионов рублей. Это средства федерального бюджета, а также софинансирование в размере 1% из республиканского. В республике Крым реализуются 4 региональных проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это акселерация бизнеса, популяризация бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса и расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке. Прием заявок крымских предпринимателей на государственную помощь стартует в мае. До этого министерство распределит деньги между организациями, которые оказывают поддержку. Елена Носкова, Евгения Довжик, Олег Черемисин. Новости 24. По ту сторону экрана. Телеканал «Первый Крымский» готовит к выпуску документальный фильм «60 лет в эфире». Он расскажет о создании и становлении телевидения на полуострове. Зрителям приоткроют завесу в мир этой уникальной индустрии. Удивяты неизвестными ранее фактами. Наш корреспондент Екатерина Серегина побывала на съемочной площадке. Почему эту ленту стоит посмотреть каждому? Ответ в специальном репортаже Екатерины Серегиной. 42 на 30. Молодец. О чем это они, нам не ясно, но специалисты сразу поймут. На 42-м осветительном приборе нужно увеличить яркость до 30%. Идет подготовка к съемкам одной из программ в павильоне телерадиокомпании «Крым». Подготовительный этап – один из главных в процессе создания любого телевизионного контента. Чтобы уже во время записи все получилось как нужно. Настроить аппаратуру важно, но еще важнее правильный эмоциональный настрой – позитивный. Можно подумать, что съемка еще не началась. Программы – да. Но некоторые камеры, кроме нашей, здесь уже работают. Команда «Первого Крымского» создает документальный фильм о телевидении на полуострове. 60 лет в эфире. Мы отходим подальше, чтобы на нас герои не обращали внимания. Потому что как только они видят камеру, начинается подсознательная игра и позирование на камеру. И так как работают на расстоянии, особое внимание уделяют звуковому сопровождению. Слово, как известно, не воробей. Поймать каждое помогает современная техника. Микрофон используется в киноиндустрии, для лайв-съемок именно фильмов. И радиус примерно 15 метров, где-то так. Подготовку отсняли. Теперь создатели фильма передают за кулисье самой записи программы. После тех самых слов. Камера, мотор. Мы находимся на съемке программы «Хроника эпохи». Процесс создания в объективах операторов фильма «60 лет в эфире», который приоткроет завесы телевидения и отправит зрителей по ту сторону экрана. Прошлого не вернуть, не изменить, но заглянуть в него можно. Сейчас проходят последние этапы съемки фильма о сегодняшних днях телевидения. А начинается документальная лента со времен зарождения этой индустрии в Крыму. Первая серия трилогии символично называется «Когда телевизоры были маленькими». Здравствуйте, Василий Григорьевич. Проходите, у нас уже все готово. Эти кадры постановочные. С тех времен практически ничего не осталось. 19 апреля 1959 года на полуострове началось долгожданное регулярное вещание. Первая передача была посвящена дружбе народов советских республик. Позже стали выходить в эфир и новости. Диктора воспринимали тогда наравне со звездами кино, но для этого им приходилось немало трудиться. Как нас учили, чтобы только работали глаза вверх-вниз, на наших курсах, на наших семинарах, вставили нам, как обычно, стакан на голову, чтобы мы к этому привыкали. Наступило и время собственного производства документального кино. Сейчас команда «Первого крымского» записывает интервью с одним из его создателей – Татьяной Дмитриевой. Так, тишина. Начали. Всего фильм будет состоять из трех серий, каждая по 45-50 минут. Они расскажут об остальных периодах становления крымского телевидения. Информацию собирают буквально по крупицам. Мы, наверное, как художники, которые выходят на природу, смотрят, какой прекрасный пейзаж, им так хочется передать всю эту красоту зрителю, но ему в итоге приходится выбирать только самую красивую точку, переносить ее на холст и уже потом на суд зрителя предоставлять. Вот, собственно, так и мы. Сюжет фильма хронологический, но акцент создатели делают не только на исторических моментах. Для меня лично это фильм о любви, о любви к своей профессии, и особенно о любви к тем людям, кто этой профессией занимается. Я всегда говорила о том, что у нас на телевидении нет случайных людей. Все люди очень творческие, причем все профессии. Сейчас фильм «60 лет в эфире» на финальном этапе подготовки. Монтаж – последний шаг на пути к зрителю. Не, ну что, хорошее качество, нормально. Премьерный показ состоится уже совсем скоро, в канун празднования юбилея крымского телевидения. Уникальность фильма в том, что там приведены факты, которые происходили с крымским телевидением много-много лет назад. Да, всех секретов раскрывать не буду телезрителям. Этот фильм надо посмотреть каждому. Фильм «60 лет в эфире» выйдет сразу на двух наших телеканалах. Первый – «Крымский» и «Крым-24». Екатерина Серегина, Игорь Пенищук, Новости 24. А я напомню, что в центре Тимферополя продолжает работу выставка, которая посвящена как раз-таки именно этому вопросу «60 лет в эфире». Там можно увидеть уникальные фотографии, которые были сделаны действительно 60 лет назад. И там действительно видно, как менялось оборудование, как менялись ведущие, как менялся вообще стиль. Поэтому я думаю, что вам будет интересно. И до фильма вы можете посмотреть фотографии, а потом с удовольствием заглянуть за кулисы. Предлагаю обратить внимание на новости кино. Как раз-таки вот недавно, еще вчера в интернете можно было наблюдать трейлер к фильму, ремейку «Король лев», который пересняли и сделали его действительно в новом качестве. Благодаря новым планам, которые анонсировали и показали, люди смогли убедиться, насколько действительно это кропотливая работа, потому что такой 3D-анимации я еще не видел, если так ее, конечно, можно назвать. И напомню, что фильм выйдет уже 18 июля этого года. Удивительно, что они пересняли мультик, в виде фильма, и действительно поражает то, как они сумели обыграть сюжет. В принципе, сюжет остается тот же, но то, в каком исполнении это сделано, действительно поражает. Но о том, что же еще можно посмотреть в «Симферополе», мы расскажем прямо сейчас в рубрике «Афиша». Сегодня в театре имени Горького комедия Валентина Красногорова «Запретное желание». Пьеса эпатирующая и провокационная. История о стереотипных представлениях об общественной и частной жизни. Герой появляется и исчезает неожиданно для зрителя. Начало в 19.00, возрастное ограничение 18+. Также в этот день комедия «Выходили бабки замуж». Героини спектакля «Четыре подруги-пенсионерки». Несмотря на возраст, они полны оптимизма и надежды на лучшее. А тут еще и завидный жених появился. С солидным приданным. Собственный избой. Кому он достанется? Добрый, смешной и одновременно грустный спектакль. Начало в 19.00. В кинотеатрах в этот день возвращение легенды «Хеллбой». Приближается время сражения Хеллбоя с Кровавой Королевой. Она провела много времени в заточении, и у нее было время подумать, как отомстить всему человечеству. Мир людей и монстров столкнется в смертельной хватке, и только Хеллбой может предотвратить апокалипсис. Удобное время вы можете выбрать самостоятельно. Также в кино супергеройский фильм «Шазам». Главный герой Билли Бэтсон оказывается в приемной семье. Несмотря ни на что, он преследует единственную цель – найти свою настоящую мать. Но однажды он попадает в мир магии, где достаточно прокричать всего лишь одно слово – «Шазам», чтобы превратиться в настоящего супергероя. Парень хочет стать лучшим волшебником, но появляется опасный враг, который использует самые грязные методы, чтобы забрать его способности. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также в сети кинотеатров мультфильм «Потерянное звено». Исследователь мифических персонажей Сэр Фрост находит настоящего Йети. Дружелюбный великан, последние сородичи и как раз то самое нестающее звено, что связывает человека с его предками. Время сеансов преимущественно в утреннее время. А мы бы хотели поздравить с днем рождения Юрия Куклачева. Ему исполняется 70 лет. Он создатель единственного в мире театра «Коша», который действительно функционирует. И хотели напомнить о нем один необыкновенный факт. Первого котика, который он подобрал, оказался просто бездомный. Вот в парке он гулял и решил взять его к себе. И потом начал его дрессировать. И потом уже пришла к нему дальнейшая идея, чтобы сделать театр вместе с домашними, так сказать, уже домашними животными. Вот так вот могут вдохновить бездомные животные на создание чего-то уникального. И может быть именно это брошенное животное пригодится вам и вдохновит вас на какие-то великие, добрые, хорошие поступки. А сейчас самое время перейти к курсу валюты и узнать, сколько будет цена у нас. На дизельное топливо, на газ и на бензин. И разумеется, газ у нас стоит 27,96 рубля, дизельное топливо 51,32 рубля, 92,47 рубля, 21 копейку, 95,50 рубля, 42 копейки, 98,56,59 копеек. А сейчас самое время переключиться на курс валют и узнать, падают ли доллар и евро или остаются стабильными. И мы можем отметить, что да, все же падают. Сейчас доллар стоит 64,39 рубля и евро 72,65 рубля. Ну, цены это действительно дело такое. Скоро начнется сезон, скоро будет возможность пробовать, наконец-то, свежие фрукты, овощи и ягоды. И, возможно, наш как раз-таки регион сможет обеспечивать в большей степени не только наш полуостров, но и Россию. Дело в том, что совсем недавно, с 12 апреля начнет действовать продуктовая эмбарго, Россия запретила поставку яблок и груш из Беларуси. Дело в том, что под видом белорусского товара очень часто завозились турецкие яблоки и груши. И это действительно очень неприятная ситуация, потому что все это продавалось под видом, там не было соблюдено никаких фитосанитарных норм. И поэтому, действительно, я очень искренне надеюсь, что скоро войдет маркировка сделана в России. Хотелось бы, конечно, чтобы была маркировка сделана в Крыму, потому что все-таки российские фрукты, ой, крымские фрукты, они отличаются очень сильно от всех регионов, потому что обласкало нас солнышко. И поэтому было бы очень здорово, если бы такая маркировка была еще более уменьшена, и мы могли бы действительно под видом крымских давать действительно хорошие качественные продукты. Я думаю, это будет, конечно же, содействовать крымскому бизнесу, тем более мы неоднократно снимали материалы на эту тему, о том, что как развивается сельское хозяйство на полуострове. И там нам отмечали, что да, действительно, у нас хватает фруктов и овощей, и даже некоторую продукцию мы отправляем на полуостров, которая даже с наценкой там пользуется спросом. Потому что она действительно качественная и свежая. Но, к сожалению, бывают в Крыму и некоторые неловкие ситуации, потому что водители очень часто нарушают правила дорожного движения. Не знаю, по каким причинам, возможно, им как раз-таки не хватает витаминов, может быть, этим как-то объясняется их злость на дорогах. Мы набрали и собрали как раз-таки материалы, которые говорят о том, что водители очень некрасиво себя ведут, и собрали их в рубрику «Крым онлайн». В Севастополе чудом удалось избежать аварии. Водитель красного автомобиля выехал на встречную полосу. Хорошо, что автору ролика было куда свернуть с дороги. И еще одно чудо. В этом случае автомобилисту удалось избежать столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на трассе Керч-Феодосия. Пользователи соцсетей предполагают, что водитель фуры либо уснул, либо у машины лопнуло колесом. Надеемся, что каждый в целости добрался до пункта назначения. В Приморском чуть не сгорела изба. К счастью, никто не пострадал, так как деревянное здание оказалось заброшенным. Пожарным пришлось непросто. Стены строения были утеплены глинной и соломой. В Севастополе ищут водителя летающих «Жигулей». В результате ДТП машина оказалась на пешеходной лестнице. Картина происшествия выглядит странно и, вероятно, неполно. У машины не хватает нескольких колес, разбиты стекла. В этом случае, скорее всего, постарались местные хулиганы. В Симферополе будут эвакуировать брошенные машины. Планами поделились в администрации города. Бесхозными авто считаются те, что оставлены собственниками на три и более месяцев. Такие находки впоследствии будут переданы в муниципальную собственность. Неприятный осадок на душе и в тетропаке соком. Симферополец пожаловался в соцсетях, что стакан такого уже явно забродевшего напитка чуть не выпил ребенок. Ну а хочется сообщить о том, что у нас на связи наш корреспондент Александр Ткачев, который хочет нам рассказать что-то очень важное. Саша, здравствуй. Доброе утро, крымчане. Доброе утро, студия. Я сейчас нахожусь в самом центре города. К сожалению, в первый раз подключиться не удалось, потому что, к сожалению, интернет дело такое очень переменчивое. И не всегда оказывается под рукой. И достаточно сильным, чтобы передать изображение. Но, тем не менее, я был на своем первом стриме в том месте, где сегодня развернется самый настоящий митинг. У памятника подпольщикам и партизанам, который находится на улице Киевская, прямо напротив центра переливания крови, донорского центра. И там сегодня в 9 часов стартует возложение цветов и митинг, посвященный всем тем, кто приблизил победу. Я напоминаю, что 13 апреля, буквально завтра, Симферополь празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, оттуда подключиться не удалось. Я нахожусь сейчас возле другого памятного места, памятника танку Т-34. Вот такие памятники освобождали Симферополь в свое время. Я напоминаю, что мероприятие, которое я анонсировал, состоится в 9 часов. И все неравнодушные люди обязательно должны посетить его. Более того, добавлю от себя, что завтра, собственно, в памятную дату, состоится одно, помимо всяких мероприятий, которые восславляют победу, я имею в виду поиск победы и другие митинги, в Симферополе стартует акция, посвященная, скажем, для тех людей, которые не словом, а делом хотят доказать любовь к своему городу. Дело все в том, что 13 апреля стартует акция «Убери Крым». Стартует она возле Симферопольского водохранилища, известного как «Море». В 10 часов утра все неравнодушные люди могут прийти в три точки. Первая точка – это возле плотины, вторая точка – это лозовое, и третья точка – это усадьба Ферстмана. И вот из тех трех точек, собственно, начнется уборка мусора. Всем неравнодушным раздадут пакеты и перчатки. С собой нужно будет взять только термос и, в общем-то, хорошее настроение. И бутерброды, пожалуйста, по возможности. Мероприятие будет идти с 10 до 14 часов, а после закончится торжественным концертом и выступлением самодеятельных коллективов. Поэтому, дорогие симферопольцы, все те, кто не словом, а делом хочет доказать любовь к родине и своему городу, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну что, студия, передаю вам слово. Хорошего настроения. Спасибо, Саша. Александр, да, хочется действительно отметить, что череда памятных мероприятий, приуроченная к празднованию 75-летия Победы, действительно уже началась. И вот недавно, вчера, уже прошла первая акция. Это был митинг у памятного знака воинам 51-й армии. Ну, я напомню, что Симферополь был оккупирован фашистами 865 дней, и сейчас будет очень много мероприятий, посвященных памяти этим событиям. Ну, я думаю, что все-таки радостная составляющая этих событий очень важна для каждого симферопольца. Александр отметил, что 13 апреля было освобождение Симферополя, а прежде бои 12-го, точнее, вот как сегодня, 75 лет назад, велись в Старом Крыму. Ну, причем бои эти были непростые, как отмечают историки, некоторые из них длились там полтора-два часа, то есть все же какое-то определенное сопротивление было, запасы, разумеется, были. Ну, и что самое ужасное, что когда фашисты отступали, они карали, если так можно выразиться, местное население и, как сказать, заметали следы и свидетелей, которые могли наблюдать зверства, которые они вершили здесь. Ну, а сейчас самое время перейти к нашему следующему материалу, который называется «Наследники Победы», потому что как раз-таки эти мероприятия продолжаются, и мы их освещаем. Генеральная репетиция до старта отборочного этапа конкурса «Мы – наследники Победы» остается несколько минут. Последние приготовления – макияж, костюмы, настройка аппаратуры. Подготовка к мероприятию серьезная. Ребята со всей ответственностью отнеслись к поставленной задаче. Ведь чтобы передать события Великой Отечественной войны, им и самим на какое-то время пришлось вжиться в роль. Уже пятый год конкурс «Мы – наследники Победы» объединяет поколения. Учащиеся крымских вузов и училищ готовят номера, посвященные историческим событиям времен Второй мировой. Номер называется «Мученики войны». Он у нас основан на реальной истории о святителе Луке. Как известно, он был не только священником, но и талантливым хирургом. Мы постараемся с этой стороны показать эту историю. Мы играем в роли ангелов, а наши мальчики играют в роли солдатов. И мы их оберегаем. Эмоции, очень сильные эмоции. Сильно пропустил через себя эту историю. Мы переживаем очень сильно, потому что эта девушка, про которую мы рассказываем, она пережила очень многое, и нам придется все вот это передать. Мы хотим показать, какой она была и что она чувствовала в те моменты. Для студентов это не просто песни, танцы и стихи. В каждое движение и слово вложен глубокий смысл и боль тех лет. Истории героев, которые мужественно отстаивали нашу землю ценой своей жизни, они запомнят навсегда. Первым делом нужно было восстановить железную дорогу Армянск. Воинка. Рабочих рук не хватало. И Люба с подружками, такими же подростками, как она, свалили на свои девичьи плечи небосильную ношу. Многие едва сдерживали слезы. Студентам удалось затронуть сердце зрителя. Жутких, нечеловеческих условий содержали на 200 узниках. Без воды, еды, элементарных условий. Ребята много времени провели в архивах, изучая истории партизан и мирных жителей. Ведь победа ковалась не только на передовой, но и в тылу. Этот день мы приближали, как могли. Тема конкурса этого года. Мы эхо, мы эхо, мы добрая друг друга. Каждый год участники делают новые открытия и находят неизвестные факты. Организаторы надеются, что и в этот раз о войне люди узнают еще больше. Мы множество историй таких узнали. Знаете, как и варежки вязали, и на фронт отправляли с тремя пальцами, и записки туда вкладывали. А потом приходили люди и хранили. Ну и так получилось, что встретились. Тот, кто вязал варежки, и тот, кто ее получил на фронте. Говорит, я ее носил как талисман с этой запиской. Возвращайся с живым домом. Полуфинал конкурса прошел во всех городах и районах Крыма. В Симферопольском отборочном туре участие приняла 21 команда. Победители выступят 7 мая в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Ксения Шарапановская, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А сейчас самое время напомнить, что в Крыму пожароопасный период. И несмотря на это, некоторые люди находят спички и хотят избавиться от лишней травы, поджигают территории, где могут быть на самом деле дикие звери, прятаться и делать себе норки. Так что прежде чем совершать такое преступление, подумайте не только о себе, но и о диких животных. Да, действительно, совсем скоро в Крыму будет жарко, и поэтому нужно будет соблюдать какие-то нормы, о которых всегда готовят и говорят сотрудники МЧС. Поэтому нужно очень внимательно относиться к окружающей нас природе. Но о том, какой же будет сегодня погода на полуострове, мы узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Добро пожаловать в Крыму. Показатели погоды, конечно же, радуют. И ты думаешь, скорее бы потеплело. Жалко, правда, море не так быстро нагревается, как наш воздух. И сейчас температура воды примерно 10 градусов. И я уже думаю, когда будет 15-20, наступит май, можно отправиться на море, в плавках со своим кругом, попрыгать, поплавать. Так что прям насладиться. Вот когда ты обычно стараешься, открываешь для себя сезон, Алис. Дело в том, что я жуткий мерзляк, поэтому я стараюсь как можно дольше отсрочить это времяпрепровождение, поэтому я где-то в середине июля туда отправляюсь. Ну да, уже как раз таки градусов, наверное, 25 к этому времени. А вот глава республики Сергей Аксенов поднял вопрос о том, что есть такие вот недобросовестные предприниматели, которые заставляют весь пляж лежаками и говорят, если ты хочешь здесь лежать, плати. А если не готов заплатить за лежак, то, пожалуйста, лежи где-нибудь рядом у стенки, где люди нехорошие дела делают, или где-нибудь за территорией пляжа. Поэтому такие предприниматели, которые будут так вынуждать приобретать услугу, конечно же, будет с ними серьезный разговор, вплоть до лишения лицензии. Ну а есть добросовестные предприниматели, которым будет посвящен конкурс, который пройдет 19 апреля, и у нас в студии уже гость, который поговорит с нами на эту тему. Расскажет нам о нем заместитель начальника Департамента экономики и развития Симферополя Андрей Коровко. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Будет проходить конкурс предпринимателей года и ярмарка 19 апреля. Как это будет выглядеть? Будет проходиться два знаковых мероприятия, как вы уже сказали, 19 апреля на одной площадке. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы совместить деловую программу с праздником для жителей Симферополя. Не случайно название ярмарки, выставки ярмарки, как раз предприниматели с жителем Симферополя. То есть о чем это говорит? Это говорит о долгосрочном сотрудничестве предпринимательского сообщества с населением нашей столицы. На выставке ярмарки будет представлен весь спектр услуг, необходимые каждой семье. То есть там будут и продукты питания, которые можно будет приобрести у местных товаропроизводителей на более льготных условиях, чем в торговых точках ежедневных. Там будут представлены медицинские услуги, там будут представлены юридические консультации. Также предприниматели, которые участвуют в этой выставке ярмарки, они подготовили специальные предложения для посетителей. Будут раздаваться скидочные дисконты на дальнейшее посещение, будет проходить дегустация товаров, можно будет ознакомиться с кухнями национальностей. Андрей, я понимаю, слово конкурс подразумевает под собой какое-то соперничество. То есть вот сколько будет участников такого соперничества и что от них ожидается, что они должны доказать? Я лучший предприниматель, потому что я больше заработал или потому что я за доступную цену предоставил действительно качественную услугу и товар? Это мы уже плавно переходим ко второй нашей дислокации и говорим уже о деловой программе. В конкурсе, как правило, участвует около 15 конкурсантов. Сейчас не могу сказать точное количество, потому что у нас сегодня заканчивается прием заявок 18.00. Показатели в зависимости от номинаций влияют различного рода показатели. То есть в конкурсе 5 номинаций. Прорыв года – это побеждают те предприниматели, которые существенно увеличили свои показатели по отношению к предыдущему году. Будущее бизнеса – это наши молодые предприниматели. Импульс добра – это социально ответственный бизнес, где больше влияет значение не показателей какие-то конкретные, а что конкретно предприниматель сделал важного для всех нас. «Никогда не сдавайся» – это номинация, посвященная индивидуальным предпринимателям с ограниченными физическими возможностями. И прорыв года – это те предприниматели, которые увеличили свои значительные показатели. И есть еще номинация «Лучший вклад». «Лучший вклад» – здесь уже играют основной показатель значения – это налоговые поступления в наш бюджет. У меня был вопрос касательно ярмарки, потому что мне понятно, как будут представлены, например, юридические услуги, как будут предоставлены товары, медицинские услуги. В каком виде это все будет выглядеть? Там будет представлено медицинское оборудование, будет производиться замер давления, экспресс-тесты, экспресс-анализы, будем говорить так. Ну вот, когда мы слышим обычно слово «ярмарка», есть надежда, что мы придем туда, и будет, может, и ассортимент пошире, ну и цена подешевле. Конечно. Если какое-то вот примерное, сколько будет дешевле, там, на 10-20%? Или, может, вообще там по цене производителя? Это по цене производителя, потому что участвуют там в основном как раз местные товаропроизводители крымские. Участников будет порядка 100, как мы и планировали. То есть уже сейчас, на данный момент, практически все места на этой ярмарке, они заняты. Правильно ли я понимаю, что это взаимодействие между собой предпринимателей, и эта их же продукция будет на ярмарке? Да, конечно. То есть участники конкурса будут в ярмарке? Нет, нет, это два параллельных мероприятия. То есть выставка-ярмарка, это больше направлено на жителей Симферополя, а непосредственно подведение конкурса. Там будут различные сферы, и сложно крупным компаниям выставлять что-то на выставке-ярмарке, если мы говорим, допустим, о том же лучшем вкладе. А вот конкурс, он, получается, первый год проходит или до этого проходил? Нет, он проходил и до этого. Он ежегодный конкурс, но в этом году есть ряд особенностей. Одно из самых важных особенностей, на мой взгляд, разработан логотип «Лучший предприниматель года», который победитель сможет использовать на протяжении календарного года. То есть до подведения итогов... То есть это как знак качества приглашать к себе? Да, это как знак качества. Хорошо, вот давайте не будем делать, допустим, никому рекламу, но при этом вспомним прошлый год какие-то итоги, что вас впечатлило? Там, допустим, предприятие, которое смогло увеличить свою прибыль в 10 раз, например? Или, допустим, есть такой предприниматель, который взял и построил в своем районе детский сад? Ну, вот это, допустим, по рубрике вы говорили. С детским садом вы как раз попали в точку. Всегда очень сложно конкурсной комиссии определять победителей в номинации «Импульс добра», потому что сложно оценить вклад социально-ответственного бизнеса в определенные сферы. То есть если мы говорим детский сад, понятно, это необходимо. Если мы говорим что-то, о чем-то еще, да, там, туристические путевки, к примеру, бесплатные для детей, вот как между ними сделать выбор? А в прошлом году выбор в чью сторону сделали? В сторону детского сада все-таки. Все же нашелся человек, который построил. В каком-то районе было? Это район Бородина. Какие привилегии ожидают победителя, кроме знака качества? Также будет сниматься видеоряд о каждом участнике конкурса, который они смогут использовать в своих рекламных целях. Ну и прежде всего это внимание со стороны главы администрации, потому что на этом мероприятии планируется вручение грамот, как раз подарков от главы. Благодарю вас за ваши ответы. Действительно, очень интересный конкурс. И мы желаем удачи, особенно тому человеку, кто заботится о социальном влаге нашего полуострова. И просовестных предпринимателей в первую очередь мы советуем вам. А наше время переходить уже к следующему сюжету. Это новости из интернета. Ученые изобрели растение киборг. Это только звучит устрашающе. На самом деле устройство работает за счет электросигналов, которые вырабатывают растения. Датчики, подключенные к листьям, передают команду устройству, и цветок вместе с горшком движется к свету. Как говорят исследователи, в будущем это позволит создавать фермы, на которых люди будут не нужны. Про таких, как героиня этого ролика, говорят, родилась в рубашке. Американка чудом увернулась от летящего в нее топора, который она сама и запустила. К счастью, все обошлось, но развлечение действительно экстремальное. Программист из Китая построил приют для кошек системой распознавания животных. Теперь в домик не могут зайти собаки и другие звери. Когда кот заходит в помещение, включается свет, и комната нагревается до 27 градусов. В устройстве есть камеры, информирующие о состоянии здоровья четвероногих. Наличие корма и воды. Но не только в кошачий приют запрещен вход собакам. Их не пускают и в Нью-Йоркское метро. Один пассажир пытался пронести питомца в пакете. Это заметил машинист и указал мужчине на нарушение правил. Дело в том, что в метрополитен пускают только животных, помещающихся в сумку. Так что американцу пришлось добираться до пункта назначения другим видом транспорта. Как отмечают пользователи, случай далеко не единичный. В массовое производство запустили очки, которые помогают дальтоникам различать намного больше цветов. Для их создания ученым пришлось воспроизвести симптомы цветовой слепоты на компьютере и применить различные фильтры. Эксперимент продолжали до тех пор, пока не удалось получить обычную картинку. Только посмотрите на реакцию людей, которые впервые увидели красный цвет. Наука очень помогает каждому человеку, даже если вдруг вы об этом не задумываетесь, начиная от каких-то изобретений, которые, кажется, вас не касаются, и заканчивая вот такими простыми примерами, когда даже простые очки для зрения могут человеку посмотреть и узнать большую палитру цветов. И, как говорят сами дальтоники, надев эти очки и увидев о том, какой же он на самом деле красный цвет, им кажется, что этот мир более реален и осязаем. Ну вот и далеко не отходя от темы науки, сейчас уже предлагают ядированным серебром применять для тушения лесов, для того, чтобы вызывать обильные осадки над горящими участками. Потому что не секрет ни для кого, что разгоняют во время каких-то важных мероприятий, например, там, да, Парада Победы, тучи над площадью, где будет происходить это мероприятие, предлагают этим же способом насильно вызывать осадки для того, чтобы сотрудникам МЧС пришлось меньше рисковать своей собственной жизнью. Вот это, конечно, впечатлило меня сейчас, и рубрика была классная, очень много познавательного. А что же касается вот этого вот вызывания дождя, ну, раньше это казалось какой-то, не знаю, шаманизм, наверное, а сейчас главное, чтобы это не было так дорого, хотя кто знает. Меня просто очень сильно поразил механизм возникновения осадков, но я вряд ли смогу объяснить, потому что, как говорит источник, что это ядра кристаллизации, небольшие ледяные фрагменты, они начинают расти за счет осаждения молекул водяного пара на их поверхности. Все эти слова... Я так представляю, что эти как бы пылинки, они как бы поднимаются в тучки, и тучки это как нос, и он как бы типа чихает, и все тушится. Ну, если совсем на пальцах пояснять, как-то, наверное, так. Я думаю, ученые занесли нас уже давно в черный список и выключили программу, если вдруг они сейчас смотрели ее. Я думаю, сейчас у нас есть возможность связаться с нашими коллегами, которые узнают, как уже сейчас в Симферополе, чихают ли наши тучки или готовы просто рассказать. Вот, смотри, уже есть план, да? Здравствуй, Саша! Доброе утро, крымчане! Доброе утро, симферопольцы! Мы решили в следующий стрим подключиться прямо, так сказать, с места событий, оказаться в машине и посмотреть, что же происходит на дорогах города. Ну что ж, докладываю вам, что на самом-то деле ситуация, не сказать, что сильно благоприятная, хотя и не критическая. Потому что, например, общественный транспорт выстроился в большую шеренгу длиной в два квартала на улице, на проспекте Кирова. А что касается транспорта частного, давайте посмотрим, то, в принципе, движение не сказать, что затруднено. Отмечаю также то, что прогнозы синоптиков, в общем-то, сбылись, потому что прямо сейчас идет дождь. Мы видим капли воды на стекле, идет дождь. Сегодня обещают, кстати говоря, грозу, хотя будет при этом довольно тепло до 15 градусов тепла. Хотя другие, скажем, ресурсы дают до 12. Впрочем, повторюсь, это тепло. И более того, отмечу, что в целом погода опережает себя на плюс 3 градуса. То есть мы отклоняемся от среднестатистической температуры апреля на 3 градуса в плюс. Поэтому такие дела. Еще раз хочу напомнить, что завтра, 13 апреля, мы отмечаем, Симферополь отмечает годовщину. 75 лет освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Будет масса мероприятий, которые обязательно нужно посетить. В частности, в субботник, который будет проходить на водохранилище. Ну что ж, дорогие друзья, крымчане, симферопольцы, коллеги в студии, я желаю вам хорошего дня. Я поздравляю вас с этим знаменательным днем. И желаю, чтобы небо над Крымом всегда было мирное, а в домах было тепло и уютно. Спасибо, Саша. Да, действительно, можно отправиться в субботу на водохранилище, потом сразу же отправиться на улицу Павленко, посмотреть на мероприятие, которое готовится там, а потом отправиться на вокзал и там встретить поезд Победы. Ну а в центре Симферополя происходило вчера и продолжает происходить сегодня акция «Живи, герои», о которой расскажет наш корреспондент. Мы все время в движении, днем и ночью. Появилось одно желание – у каждого поспать хоть часок. Приеду домой, ты меня, мама, не буди. Эти эмоционально тяжелые строки о Великой Отечественной войне. Они не вышли из-под пера именитого писателя. Авторы – рядовые солдаты. Акция «Живи, герой» дает возможность каждому оживить историю. Жители и гости крымской столицы могут показать всем фронтовое изображение своего родственника. А сделать это можно будет с помощью проектора, который способен вывести любое неоцифрованное изображение на вот это полотно. Правда, разглядеть рисунок героя Великой Отечественной войны можно будет только с наступлением темноты. Музыка военного времени привлекла к тематической площадке людей всех возрастов. Необычная акция, связующая звено между поколениями, язык, который понимает каждый. У нас очень мало ветеранов, у нас уже нет возможности приглашать их на какие-то массовые такие мероприятия, чтобы много подростков и молодых людей могли с ними пообщаться. Поэтому, если таких мероприятий не будет, то, наверное, не будет уже и нашей памяти и истории. Вот так дань памяти тем, кто погиб за свою родину, в Крыму еще не отдавали. И на этом организаторы останавливаться не собираются. Следующий в очереди – Севастополь. Увидел такую особенность, что люди некоторые подходят с портретами после акции «Бессмертный полк» и хотят рассказать о своем родственнике. Интерес у людей есть. Именно громко сказать о своем герое, семейном герое. Это и нравственное, и патриотическое воспитание. Акция обращает внимание людей на то, что помнить героев нужно всегда. Показать тех, кто никогда не будет забыт, можно до 13 апреля. Тематическая площадка работает с 15 до 22 часов. Стефан Филатов, сеть Мемет Кукчиев. Утро нового дня. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту проведения незаконных раскопок на пяти курганах в Красноперекопском районе Крыма. Дело в том, что черные археологи – это действительно большая проблема для Крыма. И в первую очередь не потому, что они грабят что-либо. Ну, хотя и это тоже. А они нарушают исторический и культурный пласт. Историкам, и археологам, нормальным, обычным, настоящим археологам, очень сложно потом восстановить этот срез в истории. Ух, помнится, мне ходили в детстве мои походы, и сам приходилось наблюдать следы таких черных археологов. Это вот такие вот лунки, примерно как, если так можно сказать, могилки. Вот, и они такие глубиной 2-3 метра. И, конечно же, там все разрыто. И я уже думаю, ничего полезного для настоящих археологов, которые легально бы трудились, уже не осталось, и которые свои находки отдавали бы в музеи на обозрение всем местным жителям. Тем более, что действительно за этими памятниками архитектуры необходим должный уход, который не могут себе позволить археологи, потому что они не знают о том, что там прошлись их недоброжелатели и разрушили это все. И поэтому памятник портится. И, естественно, что нашим поколениям остается все меньше и меньше информации. Давайте узнаем о том, какой же день в истории, чем ознаменовался, какие знаменательные события происходили именно в этот день. 12 апреля профессиональный праздник отмечают космонавты, потому что именно в этот день, в 1961 году, Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный облет Земли. Полет длился 1 час 48 минут. В честь Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны. День космонавтики проходит фестивали, выставки космической техники, научные конференции, телемосты, лекции и дискуссии. Также в этот день был основан Курчатовский институт для создания ядерного оружия. За время своей работы коллектив учебного заведения первым в мире создал атомный реактор. Советскую атомную бомбу, термоядерную бомбу, промышленную атомную электростанцию и многое другое. В настоящее время Курчатовский институт является одним из крупнейших научных центров России. В 1985 году в этот день с конвейера Горьковского автозавода сошел миллионный экземпляр «Волги ГАЗ-24». Эта модель представляла собой легковой автомобиль среднего класса. В годы производства был самым престижным. Это самая массовая легковая модель в истории завода. В этот день, в 1975 году, британский психолог Кейт Хирн во время эксперимента подтвердил феномен осознанного сновидения. В таком состоянии возможно смоделировать любую ситуацию, невозможную в обычной жизни. Это пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Осознанный сон можно рассматривать как виртуальную реальность, где практически отсутствуют какие-либо ограничения. В этот день родился русский путешественник, натуралист Николай Пржевальский. Крупнейшей заслугой для всего ученого мира стало его исследование Центральной Азии. Открыл множество неизведанных видов представителей животного и растительного мира. Исследователь посвятил экспедициям 11 лет. Также в этот день родилась актриса театра и кино Елена Корикова. Запомнила зрителям главной ролью в сериале «Бедная Настя». В 31 год актриса сыграла роль 20-летней девушки, и никто из зрителей не заметил разницы. Курикова активно снимается в кино и музыкальных клипах. А сейчас самое время взглянуть на Симферопольскую карту с высоты птичьего полета. Итак, вот мы как раз таки здесь находимся, улица Студенческая. А вот если вы решите ехать по улице Воровского, то подъехав к улице Шмидта, конечно же, вы классический вариант столкнетесь с проблемой. Но хочу отметить, что сегодня удивительный момент исторический, я бы сказал, что как раз таки там не все с пробкой не стоит, так что там небольшая тягучка, и протянуться все же там у вас получится. А вот самая катастрофа, с чем это связано для меня остается загадкой, то, что на улице Караимской абсолютно затруднено движение, особенно в сторону центра города. И сократить вы можете, проехав, наверное, по Красноармейской, но это, наверное, совсем придется ехать вам в обход. Что же касается, допустим, улицы Севастопольской, здесь у нас все тоже покрыто пробками, особенно в сторону Симферополя. Выезжать из города не так проблематично, как и по другие трассы, потому что сейчас как раз таки самый большой поток машин направлен именно ближе к центру города. Также нестандартная ситуация сейчас происходит на улице Русской. Вот мы можем наблюдать и в одну сторону, и в другую, поэтому все же воспользуйтесь возможностью и поедете, наверное, по Севастопольской. Подобная ситуация и в других улицах города. Что же касается других городов республики, там не так все плачевно. И если выехать вовремя, то вы наверняка успеете, как планировали. А вот в космосе точно пробок нет. Возможно, мы как раз таки доживем до того времени, когда человечество будет вправляться в путешествие, потому что уже неоднократно набираются желающие для посещения Марса. Но пока что мы говорим об этом в будущем времени, а вот наша Ольга Литвиненко заглянула в прошлое и поговорила о космосе с научными сотрудниками. Не секрет, что Крым – отличный плацдарм для космических открытий. Начиная с 1950-х годов на полуострове создавали пункты управления для сопровождения спутников и будущих пилотируемых небесных аппаратов. Например, в Центре космической связи в поселке Витина, недалеко от Евпатории, исследовали Венеру и Марс, контролировали полет орбитальных кораблей. Семь, сожестой маякок. Семь, что на связи? Внимание, в циркуле начинаю подготовку к работам. Зал управления космическим аппаратом. Здесь идет подготовка к сеансу связи с Международной космической станцией. Отсюда данные поступают и обрабатываются в главное отделение. В сутки таких перекличек может быть больше 63. Недалеко от современных радаров и телескопов располагаются уже вышедшие из строя. Например, легендарный комплекс Плутон построен за 8 месяцев и не имел аналогов в мире. Эти антенны были выведены из эксплуатации в 2001 году. Сейчас нет необходимости их модернизировать. Больше напоминают о первопроходцах космического пространства. В основании антенн – поворотный механизм от орудийной башни со списанного крейсера. На ней перевернутая ферма железнодорожного моста, а сами чаши крепились на корпусах подводных лодок. Радар использовался почти четыре десятка лет. Отсюда шло управление луноходами. Лазером измерялось расстояние до единственного спутника Земли. Оборудование располагается в войсковой части, которая занимается управлением космическими аппаратами. Тут же и установлен телескоп РТ-70, построенный 41 год назад. До сих пор он один из лучших в мире. Гигантская конструкция весом почти 20 тысяч тонн. Мощь этого комплекса поражает. Мы сейчас приехали сюда на лифте, и отсюда открывается прекрасный вид. Расскажите, на какой высоте мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на высоте 21 метра. Если пересчитать, это всего лишь навсего высота семиэтажного дома. А что за бетонные плиты и рельсы перед нами на площадке? Это то, что осталось с момента строительства данного комплекса, данной антенны. По этим рельсам входил специальный кран. А бетонные плиты – это основание, на котором собиралось само зеркало антенны. Технологии, которые применялись при строительстве комплекса, используются и сегодня в важнейших объектах. Одной из технологий, которая широко известна и близка жителям Крыма, это то, что при строительстве данной антенны были использованы сваи, которые, так сказать, сращивание с грунтом. И спустя 40 лет данная технология использовалась при строительстве Крымского моста. Подъем на телескопе занимает 15-20 минут при пересадке на лифте. А затем нужно взобраться по вертикальной лестнице. Главная особенность этой чаши в том, что она может вращаться в двух плоскостях. И вот, наконец, мы добрались до края этой чаши. Высота ее 86 метров. Это самое высокое сооружение в Крыму, которое построено руками человека. Высота здесь чувствуется. Поверьте мне, даже кружится голова. Это антенна комплекса «Сатурн». Кстати, она должна быть знакома постоянным зрителям одной из важнейших информационных программ страны. До 1975-го управления всеми межпланетными кораблями осуществлялись из Евпатории. Только тогда это была государственная тайна. Расскажите, какие интересные истории связаны с этим местом? Ну вот, допустим, одна из занимательных историй – это то, что до 1975-го года дикторы Центрального телевидения Советского Союза, когда говорили фразу «говорит и показывает Москва», на самом деле говорила и показывала Евпатория. В музее собрано множество экспонатов личных вещей космонавтов и конструкторов. В музее есть книга для почетных посетителей. В ней есть запись первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Вероятно, это один из последних его автографов, так как 22 дня спустя он трагически погиб. На протяжении всей жизни с космосом не расстается и Валерий Аксенов. В 1968 году, во время освоения небесного пространства, его направили служить в Евпаторию. Мои первые впечатления были, когда нас привезли в Евпаторию на вторую площадку поселка «Заозерное». И вот, вылезая из автобуса, мы увидели возле контрольно-пропускного пункта несколько космонавтов, которые уже летали, которые знали в лесу. Занимаются в Крыму дистанционным зондированием Земли. Это непрерывное наблюдение за поверхностью нашей планеты. В зависимости от той программы, которая нужна Земле, можно решать вопросы, начиная с засоренности почв по сельскому хозяйству и состояния виноградников, до решения вопроса в экологии, строительстве, ну вообще во многих вещах. Навигационные системы, контроль пожарной безопасности, прогноз погоды. Сами того не замечая, в повседневной жизни мы регулярно взаимодействуем со спутниками. Их датчики дают возможность с большей точностью вычислить даже температуру океанов, участков суши и облаков. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро. Нового дня. Действительно, по-настоящему профессия мечты. Кто не мечтал в детстве стать космонавтом, милиционером, актером, актрисой, кем угодно? Да и у меня такие желания были, когда учился в космическом лице. И помню, поступал, когда там был как раз-таки спутник прямо на пороге. Думаю, вот когда-нибудь встану космонавтом. Но потом узнал, что надо, чтобы тебя не укачивало и сдался. Ну а сейчас самое время связаться с нашей новостейной студией. Гульнара, здравствуй. Здравствуй, Гульнара. Доброе утро, ребята. Как твои настроения? Отлично, как у вас? Потрясающе. Вот, Гульнара, решили задать тебе вопрос. Все мы знаем тебя как прекрасного ведущего, и наши зрители тебя также знают. Но вот за пределами работы кто ты? В свободное время я увлекаюсь шитьем. Да ладно. Я шну свои наряды сюда, в студию. И очень нравится мне техника пэтчворка. Это лоскутное одеяло. В прошлом я гонщица, сейчас это все дело забросила. Гонщица? А на чем ты гоняла? Гонки на выживание. Я участвовала в гонках на выживание и была комментатором этих гонок потом в результате. И плюс еще у меня первые места по пулевой стрельбе в региональных конкурсах. Ну, ты не перестаешь впечатлять. Спасибо. Тебе спасибо. Удачных тебе эфиров. Чтобы у тебя день был действительно классный, чтобы ты прям прогнала по эфиру, чтобы было все ловко. Спасибо вам большое. Любим тебя, Гульнара. Действительно, собрала все интересные профессии. Ну, а нам пора с вами прощаться с нашей интересной профессией. Мы желаем вам очень хороших выходных, потому что они наступят прямо завтра. Другого такого дня не будет. Проведите его максимально с пользой. Удачи вам. Любите своих близких. Пока-пока.